Наша цель – улучшение качества жизни слепоглухих. Это касается прежде всего базовых потребностей человека – работа, жилье, общения. Мы работаем со слепоглухими с 2012 года. Но только в 2015-м, благодаря грантовой программе Фонда Соединения, стало возможным реализовывать наши давние мечты. В качестве пилотного проекта нами создана уникальная мастерская, в которой около 20 слепоглухих Москвы и Московской области получили возможность постоянно работать и получать зарплату. Для жителей области действует общежитие, обеспечивается разнообразная досуговая программа – прогулки, музеи, выставки. Всего в поле зрения нашего фонда находятся более 60 слепоглухих Москвы и Московской области. Но вся эта деятельность была бы невозможна, если бы не наша служба сопровождения, работающая с марта 2015 года. Эта группа – костяк команды профессионалов, отдающих свои силы и время тем, кто без них будет заперт в четырех стенах, в одиночной камере темноты и тишины. Тифло-сурдосопровождение – это возможность слепоглухого позвать помощника и идти туда, куда он хочет. Помощнику нужно владеть специальными средствами коммуникации. Нужно следить за тем, чтобы подопечный не наткнулся на стенку или не свалился с лестницы. Но самое важное – возникновение дружеских доверительных отношений между сопровождающим и сопровождаемым. Труд сопровождающего необходимо оплачивать. Мы надеемся, что в будущем это будет делать государство. Но пока нам приходится искать спонсоров и неравнодушных людей, готовых помочь. Действующий грант фонда соединения предусматривает фиксированный квартальный бюджет. Но запросов на сопровождение за прошедшие месяцы все больше и больше, так как увеличилось количество слепоглухих людей, желающих воспользоваться новой и такой спасительной для них услугой. Ведь далеко не у всех есть родственники и друзья, готовые всегда сопровождать тебя. В третьем квартале, в рамках временных лимитов сопровождения, предусмотренных программой, возник перерасход грантового бюджета на 300 тысяч рублей. Их нужно где-то найти, чтобы было чем платить сопровождающим. Иначе уже через месяц работу службы придется приостановить. Быть слепоглухим, не видеть и не слышать – это предпосылки для тотальной изоляции. Если рядом не окажутся те, кому не все равно. Наш фонд родился в стремлении создать площадку, на которой слепоглухие и зречеслышащие смогли бы быть сотрудниками, заниматься общим делом. В обмен на пожертвования можно получить керамическое изделие, сделанное в нашей мастерской руками самих слепоглухих. Давайте сделаем этот проект вместе! Субтитры создавал DimaTorzok